Опачки, хлопс, хлопчик, раз, хоп, хоп, хоп. Так, пацаны, на сегодняшнем видео я проделал большую работу и отыскал для вас 8 бесплатных плагинов для Final Cut. Вообще-то их было больше, но я оставил именно 8. И самое главное тут то, что они, да, они реально бесплатные, они есть в открытом доступе. На днях я придумал эту тему и решил сделать небольшую подборку. Сразу скажу, что половину этих плагинов я ни разу не пользовался, а каких-то я узнавал, когда я искал. Про какие-то сказали вы мне в комментариях, за что вам огромное спасибо, потому что некоторые плагины, которые я находил, от их удобства я реально обалдел. И теперь я буду их постоянно применять в своих туториалах или еще где-то. И в сегодняшнем видео я не буду рассказывать, как пользоваться конкретным из этих плагинов. Ну, то есть я буду их немного обозревать, но углубляться не буду. Сам разберешься, я думаю, они очень несложные. В общем, вот список этих плагинов и первый в нашем топе это корректирующий слой. Корректирующий слой можно скачать либо у меня в облаке, ссылку я однажды уже оставлял в одном из своих видео. Заливаю для тебя корректирующий слой к себе на Яндекс.Диск для того, чтобы... Либо у официального источника, лучше это сделать там, у Райана Нэнгла. Вообще, на самом деле, существует много разных корректирующих слоев, и у всех у них одна единственная цель. Применять эффекты или вносить изменения в клипы, которые расположены под этим самым слоем. 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 Практически все эффекты или плагины, которые находятся в разделе титров, могут являться так или иначе корректирующими слоями. Ко всем к ним можно применять какие-то либо изменения, которые подействуют на клипы, которые расположены под ним. Но простой корректирующий слой, давай назовем его просто пустой слой, может дать тебе возможность внести собственные корректировки в кадры, которые расположены под ним. Абсолютно не важно, сколько под твоим слоем будет кадров, или это у тебя будет уже, допустим, смонтирована какая-то колбаса из кадров. Просто накинь сверх корректирующий слой, растяни его по всей длине и перетяни на него любой эффект, который хочешь применить ко всем этим кадрам. Не важно, будь то лут, цитокоррекция, какие-то эффекты из панели стандартных эффектов. Важно знать и понимать, что ты можешь управлять прозрачностью корректирующего слоя, а также наносить на него какие-то ключевые точки, ставить, анимировать его. И делать все то же самое, что ты можешь делать с обычными кадрами. И все это будет влиять на клипы под ним. Второй в нашем списке это Beta Border. На самом деле это очень простой плагин, он не всегда нужен. Но если ты увлекаешься каким-то сплитами, сплит-экраном, картинка в картинке, то тебе этот плагин непременно пригодится. Короче, смысл в том, что если у тебя есть дополнительный экран, и тебе нужно взять его в рамку, а сделать это ты можешь при помощи стандартного эффекта Simple Border, если ты не знал, он есть в стандартной панели эффектов. Если ты решаешь делать какие-то махинации с экраном, например, кропнуть его, то он кропнется у тебя вместе с обводкой, если ты используешь вот этот вот Simple Border. Но если ты будешь использовать бесплатный плагин Betterboard, ты можешь кропать или трансформировать его как хочешь, не боясь за то, что обводка вот эта вот та самая кропнется вместе с кадром у тебя. Используя этот плагин Betterboard, ты можешь не париться. В настройках можешь посмотреть, можно изменить цвет обводки. Третий в нашем списке это Motion Vertical. Может делать из твоих вертикальных видео невертикальные видео. Я уверен, ты наверняка сталкивался с тем, что тебе давали на монтаж кучу каких-то домашних видео, среди которых есть вертикальные видео, и ты не знаешь, что тебе делать. К сожалению, да, люди перестали снимать на телефон горизонтально, и это стало для них чересчур сложно. Чуть не упало, сейчас бы залилось здесь все, хорошо, крышка закрыта. И поэтому всем проще снимать вот так. И короче, когда тебе отдают на монтаж вот эти вот вертикальные видео, или ты хочешь использовать свои вертикальные видео, ты можешь воспользоваться вот этим классным плагином M-Vertical. Вообще, как я обычно делаю, чтобы по бокам не было вот этого черного экрана? Как я обычно делал, я обычно дублировал видео, копировал, накладывал друг на друга, и то, что снизу, просто растягивал, масштабировал максимально крупно, и накидывал на него какой-нибудь Gaussian Blur. На самом деле, когда ты скачаешь этот бесплатный плагин, у тебя все изменится, ты можешь просто дробнуть его сверху на зародованную вертикалку, в виде корректирующего слоя он будет в панели титров, и он автоматически создаст более-менее удобный вид, прям вот как есть. В нем также есть куча настроек, всякие разные заднего фона, причем все они снабжены ключевыми точками, а это означает, что ты можешь делать их анимированными по своему вкусу, делать какие-то прозрачные задние фоны, непрозрачные, убирать насыщенность, затемнять, высветлять. Так что теперь ты можешь брать на монтаж вот эти обреченные вертикальные видео и делать из них классные горизонтальные. Номер 4 в нашем хит-параде, это снова наш друг Райан Нэнгл, кстати, если ты на него до сих пор не подписан, у тебя есть, честно, большие проблемы, поэтому скорее вбивай Райан Нэнгл в ютубчике, ищи его канал, подписывайся и смотри его туториал по Final Cut на английском языке, но все понятно. Это Motion Blur от Райан Нэнгл, в общем, используя этот плагин, ты добавляешь к своим сухим таймлапсам, неважно на самом деле таймлапс это или просто видео, немного естественного размытия, которое происходит при движении камеры. Это могут быть какие-то переходы, таймлапсы, гиперлапсы, просто какие-то крадеры с движущимися объектами. Райан упаковал этот эффект так же, как и большинство своих плагинов в панели титры, в такой же корректирующий слой, как и все остальные. Они будут в панели титров находиться, и здесь, когда ты установишь его себе во вкладку Motion Blur, и в ней будет несколько разной категории размытости. От самого слабого размытия до гипермоушн блюр эффект, какой-то смузи, вообще видео моушн, эффект моушн блюр, вот этот естественный эффект от движения камеры обязательно должен у тебя присутствовать во всех твоих видео. Пятый плагин в нашем чарте бесплатных плагинов для Final Cut, это на самом деле топовый плагин из всех, что есть. Не знаю, почему я его поставил на пятое место, он вполне заслуживает первого места. Название его M-Cam Rig, Motion Cam Rig, номер 5. Про этот плагин я, честно сказать, узнал из комментов. Один из подписчиков написал про него M-Cam Rig, я сначала не понял, что он имеет в виду, а потом погуглил и увидел, что это плагин для приближения анимации экрана ключевыми точками. В общем, это супер простой и удобный плагин для приближения и отдаления камеры, ее искажения и тому подобное. Честно сказать, по секрету, когда я делаю свои туториалы, я анимирую приближение экрана ключевыми точками, и, если честно, это иногда бывает очень запарно, иногда я обламываюсь это делать. Я понимаю, что если я этого не сделаю, я не сделаю акцент на определенную какую-то часть экрана, и будет непонятно, что я имею в виду, когда показываю, как монтировать тот или иной фрагмент. И теперь я могу использовать M-Cam Rig, это на самом деле суперудобный плагин. Он также вынесен в корректирующий слой и находится в меню титров и генераторов. Просто переносишь его сверху того момента, где хочешь заскелить экран, смещаешь точку, к которой тебе нужно приблизиться, и все, собственно, готово. Чувак, спасибо тебе большое, что подсказал про этот плагин, не знаю, как я раньше без него жил. Так вот, мало того, что он просто скейлит экран, здесь же можно добавить какую-то анимацию по изменению угла камеры, можно добавить motion blur по краям. Во время приближения можно убрать плавность, процент приближения задействовать, можно вообще сместить фокус, также оставлять или убрать входную анимацию. Блин, да здесь реально, короче, много настроек. И что самое крутое, что для самых замороченных все эти настройки можно анимировать ключевыми точками, это очень важно. Капец, на самом деле странно, что этот плагин до сих пор бесплатный, поэтому качни его скорее, пока MotionFX не сделали его платным. Ну а мы переходим к следующему плагину, и шестое место в нашем чарте это магнифер, да? Магнифер. И шестое место в нашем чарте это магнифер. По концепции это примерно такой же плагин, как предыдущий, mcam rig, но он увеличивает также выбранную область, но делает это как будто бы это у тебя увеличительное стекло или лупа. При помощи нее ты выделяешь, показываешь на что-то интересное в кадре, ну как будто бы ты прям говоришь, типа, HVAC, смотри, что вот здесь лежит, и обрати на это внимание. После установки он появляется у тебя в панели эффектов и, скорее всего, в разделе Custom. Обязательно смотри, какие у тебя титры называются, какие, вернее, плагины называются эффектами, какие титрами. От этого будет зависеть правильность их установки. Если, например, конкретно вот этот магнифер положишь в папку Titles у себя в Motion Templates, то он тебе, естественно, не появится. Его нужно класть в папку эффекты. В общем, просто перетяни его на кадр, к которому ты хочешь применить этот эффект, и все, готово. Настроек там не так много, как в предыдущем плагине, но порадовало, что можно также использовать ключевые точки и задать движение лупы по вертикали, либо по горизонтали. Ну и удобно, что можно поменять формат с круглого на квадратный. Ну и есть, собственно, вот эта пресловутая лупа в виде лупы. Вообще, такой плагин может пригодиться не всегда, не всем и не везде, но если ты вдруг делаешь тоже какие-то туториалы, или тебе нужно акцентировать на чем-то внимание в какой-то области экрана, тебе этот плагин пригодится. Используй его. Седьмой плагин не такой крутой, как все предыдущие, но в условиях минувших событий он тебе может очень пригодиться, если тебя попросят смонтировать какую-нибудь конференцию, видеоконференцию, ну, либо просто конференцию, где ты можешь сплитануть экран и распределить всех людей, которые говорят в кадре по этой сетке. Называется он видеоконференцией, по сути это сплит-экран с возможностью добавления на 4, 9 или 6 кусков вот этих сплитов, отрезков. Основная его цель, конечно же, это монтаж конференции, потому что в нем тебе сразу же есть и титры, удобно можно писать, там как-то их настраивать, делать их обводку, делать подложку. Находиться он будет также в панели эффектов, только называться он будет не конференция, а почему-то он будет называться X-Effect Free, ну, по крайней мере, он у меня так называется, не знаю, очень странно. Для того, чтобы применить тебе его, нужно будет сложить кадры с топкой на тайм-линии друг на друге и перетянуть плагин на каждый из этих кадров, которые у тебя будут в стопке. Далее кликай по каждому кадру, тебе можно менять его расположение на экране вот здесь. Делается это в настройках Picture Location, вот прям тут. Здесь же рядом можно поменять размер картинки, ее позицию. И также все это дело можно вот здесь анимировать ключевыми точками. Не знаю, где ты будешь применять на самом деле этот плагин, расскажи, если он тебе окажется полезным, монтируешь ли ты конференции, просит ли тебя монтировать кто-нибудь конференции, или это уже вообще не актуальная тема. Так, переходим к следующему плагину, это номер 8, это, кстати, у нас уже последний плагин. Титры, Fast Title, быстрые титры, куда же без них. Ни один пак плагинов не обходится без титров, которые ты можешь использовать. На самом деле, конкретно этот плагин я бы вынес в другой список бесплатных плагинов, например, в список бесплатных титров, или бесплатных коллаутсов, или набор титров. Но я не знаю, когда будет следующее видео, поэтому вот этот Fast Title я внес именно в сегодняшнее видео. Итак, бесплатный набор титров от Lenovo FX, это Fast Title. По сути, это набор быстро появляющихся заголовков в титрах, в разной стилистике, на разных фонах и разных плашках. Ничего примечательного, но ты можешь каждый настроить, как тебе удобно. Цвет, шрифт, фон там и так далее. Точно так же, когда будешь использовать, скидываешь понравившийся титр в качестве слоя на таймлайн, либо поверх кадра, либо как самостоятельный кадр, и добавляешь в него вместо фона свой кадр. Либо используешь тот, что тебе предлагают. Либо оставляешь все как есть, ничего не меняешь, не запариваешься, оставляешь этот фон. И просто делаешь информационный переход между кадрами. Также можно просто убрать фон, оставить только текст, это тоже удобно. Также в разделах анимации здесь можно поменять способ появления титра. В нем также можно сразу добавить эти популярные эффекты, типа вот Bad TV или Prism. Они уже у тебя встроены, это иногда бывает очень полезно. Итак, на все эти плагины я оставлю ссылки в описании на официальные источники. В некоторых из них немного запарная установка, но я думаю, ты разберешься. Там нужно в некоторых местах пройти регистрацию, короче, заполнить, там почтовый ящик писать. Но поверь мне, это того стоит. Плагины действительно очень полезные. Не всегда и не везде их можно применять, но бывают такие моменты, когда тебе лучше их использовать. Я всегда топил за то, что не нужно пользоваться плагинами. Но на самом деле, немного перефразируя, я топлю за то, что ты должен уметь и знать, как использовать такие эффекты без плагинов. Как ты можешь использовать все возможности своей монтажки, не используя при этом плагины. То есть ты должен знать, по сути, сам механизм. А на этом все. Если используешь плагины, знай, как сделать это без них. И быстрого деломонтажа, хороших кадров. И пока!